Напомним, инцидент произошел в детском саду номер 33 областного центра. Сразу 8 человек обратились за медицинской помощью, среди них 7 детей и 1 воспитатель. Санитарно-эпидемиологическое обследование дошкольного учреждения показало, нарушено санитарное законодательство по нескольким пунктам, в части организации питьевого режима, личной гигиены детей, а также по содержанию помещений. При этом специалисты уточняют, что нарушения санитарных норм не являются источником инфекции, ее занесли извне. Муровирусная инфекция, которая была диагностирована у всех заболевших, она является вирусным инфекционным заболеванием и распространяется, так же как и любое вирусное заболевание, воздушно-капельным путем. То есть это либо сотрудник заболел изначально, либо ребенок. Но все эти факты нарушения санитарного законодательства говорят о том, что это способствовало распространению заболеваемости. То есть, возможно, у заболевших было бы меньше, если бы все эти нормы соблюдались. В управлении отметили, что заболевание детей протекает в легкой форме. Госпитализация никому не потребовалась. Детский сад продолжает работать в штатном режиме. Все сотрудники дошкольного учреждения находятся под наблюдением специалистов. Роспотребнадзор продолжит расследование как минимум до конца недели. По его итогам сотрудники детского сада будут подвергнуты мерам административного воздействия.